Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня поговорим на такую интересную тему. Имеет ли смысл вообще выращивание винограда ввиду последних погодных условий в средней полосе и так далее. Майские заморозки у многих желающих, скажем так, отбили охоту. Много комментариев, что вот, нет никакого смысла выращивать, очень много труда, очень много всего. Ну и виноград, культура не для нас. С одной стороны, понять такие высказывания можно. С другой стороны, в этом сезоне, да, вот из-за этих майских морозов, из-за июньских заморозков у многих померзли не только виноград. Померзла картошка, померзли сады, причем даже в начале июня у некоторых там яблони и груши прихватило и все остальное. И как-то я не слышу высказываний, что все, мы не будем выращивать картошку, да, или мы не будем выращивать сады. А почему-то все это относится только к винограду. И опять же, вот это мнение, что вот, нам это надо открывать, закрывать, это так сложно. Хорошо, давайте разберем выращивание картошки, да, такой любимой культуры в нашей стране. Во-первых, для того, чтобы ее посадить, нам надо вскопать землю, да, мы можем это делать ручками и рвать свою спинку, и ручки тоже, да, ну, либо иметь технику. Техника, конечно, хорошо и замечательно, но техника стоит денег раз, и обслуживание, да, тоже. Ее и заправлять надо, и там, какие-то расходники менять, ладно, посадили. Дальше. Надо окучить, минимум раза два. Это тоже, либо мы задействуем технику, либо мы задействуем наши рученьки. От жуков обработать надо, да, в почву. У нас может быть проволочник, который эту картошку поточит, и она будет, ну, конечно, кушать ее можно, но не супер, такая хорошая и красивая. Хрущ может поесть, да, осенью фитофтора придет съесть ботву. Потом выкопать тоже, ну, надо понаклоняться, и нормально понаклоняться. Конечно, народные умельцы придумывают всякую там технику, которая облегчает труд, но опять же, да, это тоже стоит денег, усилий и так далее. А какой выхлоп? В сезон, ну, вот по прошлому сезону ориентируюсь, чуть-чуть больше рубля белорусского стоит килограмм картошки. В сезон, если ты берешь мешок, тебе домой его привезут, на этаж поднимут, только забери. Смысл все лето работать над этой картошкой, вот, ну, не столько мы ее едим, и там мешок два на семью купить вообще не проблема. Да, ну, повторюсь, никто не плачется, что смысл выращивать картошку, это тоже труд, и вот она тоже померзла. Помидоры. Если мы выращиваем в открытом грунте, тоже посади, попосынкуй, подвяжи, фитофтора придет, все поест, обработать надо. Да, в принципе, любая культура, вот, немножко какими-то растениями я интересуюсь. При том, что вот мне приходят с ютуба часто уведомления, вот, там, огурцы пожелтели, сделай то, чеснок пожелтел, сделай то, подкорми этим, подкорми пятым, десятым. То есть, с любой культурой нужен уход, а выхлоп какой, даже тот же чеснок, да, он дорогой, но сколько ему надо? Ну, головка две, то есть, его надо совсем немного на семью. И затрачивать кучу усилий, да, стоит ли, возвращаясь к винограду, вот, да, картошку мы готовы холить лить, томаты мы готовы, там, огурцы и все прочее, по копеечной цене на рынке. Но почему-то, вот, за виноградом мы ухаживать не готовы, при этом, даже в сезон, хорошую ягоду у нас не купить. После того, как мы стали выращивать свой виноград, все, магазинный, ну, даже не рассматривается, это ни о чем, но не привозят к нам хороший виноград. Он либо приторно-сладкий, вот этот вот турецкий кишмиш, который есть невозможно, либо он просто трава. Да, даже я по всем своим знакомым знаю, то, что вот, ну, мы же уже избалованные ягоды, всякой разной, там, ароматной, неароматной, с кислинкой, там, с такими вкусами, с сякими, с такой плотностью, сякой. И то, что нам кажется, что, ну, такой вкус простоватый, вот, когда угощаешь кого-то из знакомых, люди говорят, вау, даже самое простое. Поэтому, ну, да, надо приложить усилия, но выхлоп гораздо больше, чем от многих других культур. И, возвращаясь к тем же майским морозам, несколько лет назад была у нас подобная ситуация, были достаточно сильные морозы. На тот момент мы еще не снимали блог, мы просто выращивали виноград, и виноград был под укрытием, и все было хорошо. На тот момент у нас еще, ну, участки были фруктовые деревья, я вам не скажу точное количество, но несколько штук. Они погибли все. У нас погибла взрослая черешня, у нее множество было заложено плодушек, вот такой ствол, да, то есть, ну, нормально взрослое дерево. И вот почки, видно, что они набухшие, видно, что это плодушки, они просто не раскрылись. И целое большое дерево погибло. Погибли груши, погибла яблоня, которая до этого прекрасно плодоносила, тоже это не молоденькая посадка. Вот, у нас практически все погибло, а виноград выжил. Но, опять же, возвращаясь к сложностям, дерево мы не укроем. Ну, если только оно совсем такое маленькое, все остальное, все, мы не укроем, мы ничего с ним не сделаем. Виноград укрыть можно. Более того, даже если виноград померз в 99% случаев, он все равно выживет. Да, мы можем потерять урожай этого года. Но это не точно. Но растение будет жить и может дать урожай в следующем году. То есть это очень пластичная культура, очень благодарна. И вот тот момент, кстати, стал для нас переломным. Мы на даче убрали все вообще, все деревья, все, все, все. Мы поняли, что оно у нас не растет. Вот, кстати, недавно слышала такое высказывание, что в Европе садили виноград там, где не росло больше ничего. Там, где почвы были непригодны для выращивания других культур. Не знаю, да, как говорится, за что купила, за то и продаю. Ну, вот у нас на дачах все растет плохо, все деревья растут плохо. А виноград растет и приносит достаточно хороший урожай. Поэтому вот эти вот, ну да, да, неприятно, да, есть повреждения, у нас есть повреждения. Но, тем не менее, у нас и урожаи будут, и все будет нормально. И, понимаете, опять же, говорить, что это вот только у нас прям такие проблемы. Проблемы с любым сельским хозяйством по всему миру. Давайте вспомним, да, вот в этом году не было, но несколько лет назад и даже пару весен подряд. У французов огненные поля, вот фотографии, да, то есть у них тоже бывают заморозки. Так поймите, что у нас, даже если мы вот свои там полностью участки засадим, 25 соток, у них гектары. И не могут защитить, да, вот они не спят ночами, они жгут вот эти вот поля и вот так. Так, немножко, в принципе, я интересуюсь темой сельского хозяйства по миру. Тоже придумают огромные установки, огромные вентиляторы для того, чтобы спасаться от заморозков. То есть не надо думать, что это прямо вот какой-то удел там белорусов или средней полосы. Нет, это бывает очень много где. И бывает еще много других вещей. В той же Франции, по-моему, прошлый год ужасная засуха, тоже большая потеря урожая. И самое страшное, что им нельзя орошать. То есть есть закон, по которому они должны выращивать. Виноград вот так, никак иначе. Ну, тогда они могут продавать вино с защищенным географическим именованием, да, писать там, что это Бургундия или Бордо или там шампань. Если они не подчиняются этому закону, все, вино переходит в категорию столового, они не могут указывать регион. И вот стоял вопрос о том, чтобы все-таки разрешить виноградники орошать, потому что дикая засуха. Понимаете, проблемы вообще везде и по всему миру. И не только с виноградом, но и с другими культурами. Но я не слышу, что французы плакались. Все, мы виноград не будем выращивать. Прям вот один год плохой, у нас ручки опустились, да. Ну, погода, к сожалению, такая, да. Но не каждый же год она так будет. При этом, опять же, мы же умные, грамотные люди. И мы знаем, что вот, да, примерно в районе 9 мая у нас плюс-минус бывают заморозки. И мы можем к этому подготовиться. Опять же, смотрите, мы же не выращиваем поля. Мы выращиваем несколько кустов возле дома. Ну, у нас несколько, это 250 на двух участках, да. И мы как-то справляемся. Ну, если у вас там 5-10 кустов, ну, это вообще не проблема. Вот там сарайчик, да, это южная сторона. Можно вот взять вдоль сарая, посадить виноградник, да. И у нас будет, с одной стороны, пристенок, у нас будет нужный сад, у нас будет все нужно. И придумать там какое-то укрытие вплоть до такого полустационарного. Все. Приехали один раз там, размотали, да, закрыли это все. И спим спокойно. Есть возможность не снимать зимние укрытия. То же самое, подержали под зимним укрытием, заморозки проскочили. Ну, вариантов на самом деле может быть множество. Холодный сезон, опять же, как повысить вот эту сумму активных температур? Ну, вариантов много. Те же пристенки. Вспоминаем вот эту, моя сейчас вообще любимая картинка, да, вот это виноградник на Канарах. Смотрите, до горизонта. До горизонта это огромное промышленное поля. И они каждому кустику сделали вот эту загородку. Каждому. И никто не говорит, зачем? Ну, ребят, реально зачем? Представляйте, объемы, там, не знаю, десятки, сотни гектар. И они могут. В чем проблема у нас? Из старого кирпича, ненужного, да, из старых камней какой-то сделать, маленький пристеночек, если в этом есть необходимость. Хотя пройдите по любому участку, вот таких вот сыраюшек, да, каких-то пристенков, да, можно найти. У кого-то заборы, вот стоял бы здесь бетонный забор, пожалуйста, вдоль всего забора сади вот тебе пристенок, вот тебе повышение суммы активных температур. Много раз рассказывала, тепличники используют в руках лежебока, он называется. Черная пленка, 20 сантиметров в диаметр, туда водичка заливается, укладывается под кусты. Вот вам, пожалуйста, опять же, эффект пристенка, опять же, повышение суммы активных температур. 20-ти литровые кеги из-под пива, пластиковые такие, в принципе, из-под воды на 20 литров залили, под кусты разложили. Да, это, ну, это все усилие. То есть, например, рукав залить проще, ну, это если у нас все в ряду. Если у нас отдельные кустики, вот несколько таких бутылей уложили, вот вам, пожалуйста, тот же сад. То есть, можно, как бы, если есть желание, да, то придумать и облегчить себе труд можно. Опять же, зная, что у нас вот эти заморозки есть, ну, это нам сложно, да, у нас 250. Вот там, вот, вот, далеко-далеко, это все виноградные лозы, еще на втором участке маленьком они есть, 70 штук на шестисотках. И мы можем, когда это 10, ну, вариантов придумать какую-то конструкцию, чтобы облегчить, да, свой труд, ну, очень много. Повторюсь, было бы желание. И, возвращаясь к тому, с чего начали наш разговор, то есть, танцевать с бубнами, да, как вот, ай, зачем мне эти танцы с бубнами? Так зачем танцы с бубнами, с картошкой, с помидорами, с огурцами, с чесноком, с луком, там, ну, совсем-совсем. Вот если посчитать, как бы, экономический выхлоп, мы не говорим о промышленности, там, мы говорим чисто о себе. Вот сколько нам картошки надо, сколько мы вложили, там, в обработки, в силы свои тоже считаем. И сколько она стоит, да, сколько стоит, там, огурцы, помидоры в сезон и качество, да, в сезон купить нормальные огурцы, помидоры не проблема. Там, картошку не проблема, а виноград проблема. Ну, реально я говорю, что после того, как мы стали выращивать, даже самый наш простой, он на порядок выше того, что предлагают даже в сезон на рынке. Ну, про технический виноград я вообще молчу. После того, как мы стали делать вино, уже, ну, магазинное вино, причем я не беру какую-то самую низкую ценовую категорию, берем там, повыше хотя бы от 10 долларов цена за бутылку. Ну, это, это уже не то. Вот, вот, серьезно, это уже не то. И мне не доставляют, не доставляют эти напитки такого удовольствия, как тот напиток, который мы делаем сами. Вот, буквально недавно открывали пятнат из прибалтийских сортов, да, вот, чуть-чуть отвлекусь, расскажу, из прибалтийских сортов винограда. Причем так получилось, что по осени чуть-чуть я ошиблась с расчетами, и оно не загазировалось. Чуть-чуть была очень легкая газация, и какое-то оно было, ну, пустовато, на Новый год выпили, там, бутылочку другую, и расстроилась я. Расстроилась, ну, с другой стороны, что хотеть, прошлый сезон был отвратительный. Ну, решила немножко над ним поколдовать, чуть-чуть добавила сахара и дрожжей. Уже, как бы, пошли по классическому методу приготовления шампанского. И вот, буквально недавно открыли попробовать. Это был вау-эффект. Ну, просто настолько меня поразил там такой богатый вкус, богатый аромат. Получилось, что вот оно еще там пару месяцев на осадочке дрожжевом побыло. Там и фрукты, там орехи, там все вместе, там классная газация, там настолько все вкусно. Ну, просто вау. И это того стоит. Так вот, когда мы открываем вот эту вот бутылочку, да, и когда все это пробуешь, понимаешь, что пару даже бессонных ночей. Хотя мы спали спокойно, мы накрыли и накрыли, все. И так оно две недели под укрытием и было, да, что-то померзло, ну, да, немножко поволновались. Ну, серьезно, результат того стоит. При том, что я повторю еще раз, не каждый год у нас будет таким. Ну, вот за всю нашу, сколько, 13-й наш сезон, ну, да, был один раз мороз в мае, но тогда еще все было укрыто и особых проблем таких не доставило. В июне, вот на нашей памяти, когда мы выращивали виноград, заморозков не было. Ну, тем не менее, опять же, нам повезло, да, мы их проскочили. Ну, и вариантов защититься, в принципе, тоже есть. Еще раз возвращаясь к французам. Они тоже защищают свои виноградники от заморозков. И у них тоже есть эти проблемы. Но они не плачут, что вот, а зачем выращивать? Да, и вновь вернусь к тому, что если вот такое отношение, что ай-яй-яй, вот чуть-чуть морозик или еще чуть-чуть что-то, все, уже нет смысла выращивать. Ну, так нет смысла выращивать ничего абсолютно. Потому что с любой культурой есть проблемы, с любым сельским хозяйством есть проблемы. Касательно, опять же, нашей страны, да, нашего региона, мы находимся в зоне рискованной для земледелия. И это вообще ни для кого не секрет. Это изучают на географии, наверное, еще в пятом классе. Тем не менее, да, выращивают не только картошку, но многие выращивают и арбузы, и дыни, и персики, и абрикосы, и жир, и еще кучу всяких культур, названия которых я даже не выговорю. И многие из них выращивают гораздо проблемнее, чем виноград. Напомню историю с теми же деревьями, да, деревья погибли, виноград остался. И даже если бы на тот момент он был не укрыт, да, он бы померз, но от корня, так или иначе, из спящих почек он бы пошел в рост, и мы бы кусты полностью не потеряли. Деревья же погибли полностью-полностью. Да, вот так бывает даже у нас. Поэтому мы и для себя выбор сделали. Еще раз повторю, что виноград очень пластичная культура и очень благодарная культура. Приложив вот столько усилий, можно получить вот такой результат. Но, конечно, выбор всегда за вами. И еще напоследок пару таких слов, что вот, опять же, сезон только начался, и уже многих... Простите, я назову это истерика, что ай-яй-яй, только вот начался рост, а еще виноград не зацвело, когда он зацветет, а ничего не созреет, ничего не вызреет. Ну, слушайте, первый год замужем, что ли. То же цветение 20 числа июня для нашего региона это абсолютно нормально. Да, разные сорта цветут, разное время. И, например, на Веллианте у нас уже хороший горох, но кто-то еще только зацветает, и это абсолютно нормально. Многие годы у нас вот за 20 числами июня цветет виноград, почему я ориентируюсь в это время у моего мужа день рождения, примерно в эти же даты у моей мамы день рождения, поэтому я очень четко как бы отмечаю эти моменты. А также касательно возревания лозы, вот этот куст, здесь прививки, сделанные в прошлом году. Прошлый сезон был крайне плохой, холодный май, холодная первая половина июня, в принципе, только с 20 чисел июня у нас пришло хоть какое-то тепло, и 31 августа лето выключили. Пришел холодный сентябрь, да, заморозки мы проскочили, но сентябрь был холодным, был дождик, было там в районе 15 градусов и более того. Даже когда я показывала видео с урожаями, то очень многие писали, все, в сентябре лоза уже не зреет, у вас ничего не вызреет, лоза зеленые и так далее. Обращаю внимание, это прививки, которые, в принципе, зреют плохо. Тем не менее, вызрели, видите, и достаточно хорошо растут в этом сезоне. Мы не танцевали сильно с бубнами, да, я не буду скрывать, что калием здесь прошлись пару раз, ну, это абсолютно нормально. И даже в такой сезон вызрело. А этот сезон, ну, он реально гораздо лучше, чем прошлый, если вот мы не считаем эти майские заморозки, да, и те, кто их проскочил, в общем-то, ну, мы видим развитие кустов. И все идет раньше, чем в сезоне прошлого. И даже в прошлом сезоне мы собрали вполне неплохой урожай. Так что в этом, если никаких глобальных катаклизмов не случится, то все будет хорошо. Поэтому не надо бить тревогу раньше времени. Немножечко усилий, немножечко внимания нашим растениям. И все, и все будет хорошо, и все вызреет и созреет. И осенью мы будем радоваться хорошим урожаем. Так что включаем режим оптимизм и надеемся на хороший урожай. Да, в этом сезоне могут быть некоторые нюансы в плане ухода, да, в плане помощи возревания лозом, в плане где-то работы с жированием. Все это на канале будет, все эти особенности я буду показывать, рассказывать. Тем не менее, повторюсь, пока что у нас все идет несколько лучше, чем в прошлом сезоне. Так что и прогнозы тоже достаточно хорошие. А на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!